Всем привет! Я всех приветствую вас на своем канале Антиквар Коллекционер. Сегодня у нас воскресенье. По выходным, как вы знаете, я езжу на барахолке, на рынке, закупаюсь различными предметами антикварята. И в этот раз мне очень-очень повезло. Не настолько, конечно, сильно, как хотелось, но все равно приятно. Итак, долго вас томить не буду. Сейчас я вам все покажу. Это у нас золотая цепочка. На ней проба 583. Вот такая площадочка вот здесь вот, вот на этом колечке справа. Там стоит советская проба. Звезда и в ней серп и молот. Вот такая цепочка мне попалась, господа, на рынке. За 30 гривен. Это просто фантастика, ребят. Она, конечно, не настолько может быть тяжелая, массивная, увесистая. Но антиквары ради того и работают, и поднимаются рано утром, и выезжают на рынки, на барахолки в своих городах, и занимаются вообще, в общем, этим направлением. Сейчас мы с вами взвесим. У каждого антиквара начинающего должны быть вот такие весы. Да, и, скажем так, маститово тоже. Сейчас мы обнулимся. И взвесим это чудо золотое. Вот наш вес. 3.61. 3.60. Ну, не столь важно. Если в Украине где-то на продаже золото стоит 700-800 гривен, то сейчас можно даже подсчитать на калькуляторе. Так, вот наш калькулятор. 3.61 умножить, ну, пускай среднее на 750 гривен. Это у нас получается 2.707 гривен 50 копеек. Купил я за 30 гривен. Ну, вот ориентировочный мой доход. Составил 2.700 гривен. Ну, там как повезет. Либо по 700, либо по 800. Там уже как получится. Вот такая вот великолепная цепочка. Она тоненькая, конечно, более женский вариант. Но согласитесь, друзья, когда выезжаешь на барахолку и не ожидаешь, то потом это, ну, очень приятно. Так, самое главное, я еще не сказал. Впереди меня шли двое цыганей. И как они не обратили внимания. Может быть, у человека, который торговал с газетки, было, ну, очень много такой мишуры. Я когда посещаю рынки, я каждую раскладку сканирую на тысячу процентов просто. Я пересматриваю все, что только можно. Поэтому начинающие антиквары, скупщики, перекупщики, различных старых вещей. И обращайте внимание на все желтые предметы. Цепочки, брошки, кулоны, запонки. На всю, скажем так, бижутерию, атрибутику, все, что с этим связано. И вы рано или поздно не прогадаете. На брелки тоже попадаются от автомобилей. Поэтому очень тщательно, особенно когда вы только начинаете, нужно просто каждую раскладку. То есть, человек, то, что выкладывает на продажу, нужно просто все сканировать. Нужно не стесняться подходить, брать, смотреть тщательно. Ну, вот такие пожелания начинающим антикварам. Более подробно я все рассказываю на своих курсах, уроках. Как заработать новичку на старых вещах различных часы, фотоаппараты, статуэтки. Взял самое-самое, то есть обычные предметы. Поэтому вы точно так же, как и я, можете научиться. И эта информация будет всю жизнь вам приносить доход. Я вам скажу так, по секрету, то, что многие мои ученики зарабатывают гораздо больше, чем я. Это все зависит от того, где человек живет. Поэтому, если вы живете в крупных городах, у вас есть возможность зарабатывать очень-очень достойно. Не нужно ходить на работу, на завод, торговать апельсинами, бананами, либо в супермаркете по 12-14 часов стоять. Нужно начинать учиться, даже пускай в этом вы пока полный ноль, но с чего-то нужно начинать. Также вы можете научиться, посмотрев мои ролики, о чем я рассказываю, показываю. И просто начать покупать те же предметы, то, что и я. Ну вот такое вот получилось у меня воскресенье. Я считаю, довольно-таки неплохо заработать за утро 100 долларов. Это у нас эквивалент 2700 гривен. Я считаю, очень-очень круто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok